Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы с вами из остатков фоамирана сделаем вот такие вот шарики. Для чего они нам нужны? В продаже продаются такие пенопластовые шарики. Чтобы их не покупать, мы с вами из остатков фоамирана, который нам совсем уже не нужен, который можно выбросить и вроде жалко, мы с вами сделаем вот такие шарики. Для чего они нам нужны? Чтобы изготовить вот такие, допустим, розочки из фоамирана, нам потребуются пенопластовые шарики разного диаметра. Зависит от того, какую размером розочку вы будете делать. Поэтому тут уже вы будете сами смотреть, какого размера вам нужен пенопластовый шарик или из фоамирановых отрезков, кусочков вот такой шарик. Сейчас мы с вами посмотрим мастер-класс. В нем нет ничего совсем сложного. А потом уже в другом мастер-классе мы с вами рассмотрим, как сделать вот такую розочку. Уже где будет присутствовать шарик из фоамирана. И разберем, я вам приложу выкроечку, мы рассмотрим все подробности и детали. Давайте приступим к изготовлению. Чтобы с вами сделать вот такой шарик из кусочка фоамирана, нам потребуются, соответственно, кусочки обрезки фоамирана. Мы вытаскиваем их. Если вам нужен побольше шарик, конечно, лучше взять побольше вот такие кусочки. Если поменьше, то можно делать из мелких кусочков. И скатываете шарик в приблизительную форму. Затем мы берете термопистолет и наносите в любом месте клей. И заворачиваете. Если клей горячий, чтобы не обжечься, лучше поначалу, допустим, завернуть. Помочь двумя руками. Ну, если клей не сильно, допустим, непрофессиональный пистолет и не сильно нагревается, то можно это делать вот так, допустим, мазать и крутить. Таким образом скручиваем. Клея много не надо, ни в коем случае. Экономно делаем. Совсем чуть-чуть. Если оно где-то разойдется, мы потом просто с вами добавить. Я совсем, совсем, совсем немножко делаю. У нас даже большой фоамиран получился, там скопился немножко воздух. Вот практически у нас уже с вами шарик готов. Крутим. Получилось. Все. Если, допустим, вы скатали шарик. Сейчас уберем весь лишний клей. Он вам уже не потребуется, этот клей. Вот такой, видите, шарик получился. В принципе, размер почти одинаковый. Если вам, допустим, нужно сделать большую розочку, или вы для каких-то целей, например, будете использовать больше по размеру заготовочку, тогда вам нужно еще взять фоамиран, например, и точно так же его клеем собрать. Если меньше, соответственно, вы берете поменьше кусочки, например, если вам нужен поменьше шарик. И точно так же наносите клей вообще сначала в любом месте. Вот видите, раз, свернули. Затем наносите клей немножко, раз, свернули. Таким образом катаете. Термопистолет сильно нагревается, поэтому можно обжечься, аккуратно нужно быть. А если у вас, как я уже пояснила ранее, не сильно нагревается, то можно делать вот как я сейчас делаю. И совсем немножко клея наносим. Вот таким образом. Сильно не надо его ровнять, допустим, чтобы он у вас прям идеально ровный был, или идеально, например, чтобы там совершенно ничего не торчало. Зачем? Я не вижу, чтобы тратить на это, допустим, время свое, потому что потом это все закроется, допустим, под розочкой, и его не будет совершенно видно. Вот такие заготовочки у нас получились. Вот маленькая, если, например, совсем олипусенькую, допустим, делать розочку. И вот шарик пенопласта практически не одинакового размера. Вот для этой розочки потребуется как раз вот такой шарик. Можно сделать поменьше. В следующем видео мы с вами рассмотрим, как сделать вот такую розочку. Посмотрим, какая выкроечка нужна. Я вам потом приложу. Возможно, видео загрузится немножко раньше. Поэтому потом на сайте я вам приложу выкроечку и покажу, какая она должна была быть. И вы можете ее скопировать. И там уже размеры делать уже сами свои, какие вам нужны будут. Ну все. Всем пока-пока. До новых встреч. Надеюсь, что вам понравилось данное видео. Возможно, для кого-то это достаточно интересная идея. Мне кажется, что обрезков, правда, остается настолько много, что их просто иногда не знаешь, куда девать. И вроде и жалко выкинуть. Так как фоамиран тоже не такой уж совсем дешевый. Поэтому находим применение. Дорогие мастерицы, ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Буду очень рада. Всем пока-пока. И до новых встреч.